Здравствуйте, друзья мои, сегодня я предлагаю поговорить о сливках и о том, как правильно их забивать. С одной стороны все просто, с другой стороны много нюансов для взбивания пригодной сливки жирностью не менее 33 процентов, лучше 35. Если у вас нет возможности купить такие сливки, вы можете поднять жирность в домашних условиях с помощью обычного сливочного масла. То есть сделать жирные сливки из молока, из 10 процентных или 20 процентных сливок. Такое видео на канале есть, ссылку на него я оставлю в описании и приготовленные таким домашним образом жирные сливки тоже будут пригодны для взбивания. Сливки должны быть очень хорошо охлажденными, то есть провести в холодильнике как минимум четыре часа. Когда выливаете сливки из упаковки, хорошо хорошо потрясите ее, потому что часто, когда они стоят в холодильнике, то разделяются на фракции, более густую и жирную и более жидкую. Взбивать можно с помощью такой насадки, таких венчиков, а также с помощью ручного венчика. Блендер для взбивания не подходит, никакой. Вместо взбитых сливок получите масло. Кстати, ручным венчиком взбить сливки вполне возможно, если вы взбиваете их вручную тогда вот обязательно охладите и посуду и венчик, а еще лучше поставьте посуду в миску со льдом. Сливки можно, а иногда и нужно ароматизировать. Наиболее частые и популярные ароматизаторы ваниль, кофейные зерна, цедра апельсина или лимона, цветы лаванды, фиалки, розы, мята, базилик, орегано. Может еще что-то подскажет вам ваша фантазия. Ароматизировать сливки можно холодным или горячим способом. Горячий это когда вы доводите их до кипения, кладете ароматизатор, остужаете и убираете в холодильник как минимум на 4-5 часов. Холодный это когда просто добавляете в холодные сливки ароматизатор, как вот у меня здесь добавлено зерна кофе и оставляйте в холодильнике на сутки. Эффект одинаковый, кофейные зерна добавляются примерно 10% веса, то есть на 300 миллилитров 30 граммов, остальные ароматизаторы по желанию, насколько вы любите. Ну например сильные, такие как лаванда, хватит чайной ложки на 300 миллилитров. По прошествии необходимого времени сливки процеживать и теперь сливки можно взбивать. Для взбивания сливок лучше брать сахарную пудру. Если вы хотите приготовить крем-шантильи, а именно так называются взбитые сахарной пудрой сливки, то пудру нужно брать в количестве 10% от веса сливок. То есть опять же на 300 миллилитров сливок берете 30 граммов сахарной пудры, этот крем не делают приторным. Сливки можно подкрашивать, раньше подкрашивали, когда они были уже полувзбиты, но сейчас красители хорошие и можно добавлять их практически в самом начале. Сухие или гелевые. Сначала взбиваю сливки на небольших оборотах, во-первых, для того, чтобы промешать жир, если он там отделился, во-вторых, чтобы вообще немного разрушить их структуру до образования пены. Теперь можно увеличивать с обороты до максимума. Если вы взбиваете сливки для добавления их в мусс, то вам нужно просто пышное состояние, такие сливки еще называют три четверти, то есть как бы вот-вот, но еще пока нет. Если взбиваете для крема, то нужно взбивать до плотной массы, но опять же здесь нужно быть аккуратными и прерываться на этапе взбивания сливок можно и нужно, чтобы следить за их консистенцией. Можно даже не до взбитые сливки оставить в холодильнике и потом, когда вы их вытащите, до взбить. Когда сливки слишком плотные, это ухудшает их вкус, они становятся более маслянистыми. К тому же можно их и просто перевзбить. Вот эта стадия полувзбитости. Видите, масса пышная, но она еще свободно перемещается по посуде. И теперь я добавляю пудру. Хотя хорошие сливки взобьются и сразу, если вы добавите пудру. Взбиваю дальше. Периодически прерываюсь и проверяю. Нужно еще чуть-чуть, но аккуратно. Иногда кондитеры довзбивают до этой стадии уже ручным венчиком, но не будем страдать паранойей. Трудно перемещаться. Она уже достаточно плотная, но еще очень нежная. Воззбила часть крема в мешок. Оставшийся продолжу взбивать. Вы посмотрите, что будет дальше. Вот такие сливки, хотя кажется, что масло еще не отсеклось, но они уже имеют такую рваную структуру. В принципе, это уже перевзбитые, их можно использовать, но вкусовые качества у них уже хуже. Вот, смотрите, вот так выглядят перевзбитые сливки. Кстати, то же самое у вас будет с ними, если вы их недостаточно охладите. То есть сначала вы начнете взбивать, они у вас станут пышными, но потом моментально осекутся. Так что если такое произошло, знайте, что это из-за недостаточного охлаждения. А это сливки, которые я отложила. Обратите внимание, вот эти ребра у сливок не должны быть рваными. Если они получаются рваными, это значит, что вы уже немного перевзбили. Такие сливки, конечно, можно использовать, но вкус у них уже хуже. И, кстати, сливки в таком отсаженном виде можно замораживать. Переместите на доску и уберите в морозильник. Когда хорошо замерзнут, можно переложить в какой-либо закрывающийся контейнер. И вот замороженные сливки. Можете украшать сими десерты, торты или просто есть. Вкусовые качества после замораживания не ухудшаются. На этом о сливках все. Буду очень рада, если информация окажется для вас полезной. Если какие-то моменты непонятны, спрашивайте в комментариях. С удовольствием отвечу. Про стабилизаторы сливочного крема или как загустеть его в домашних условиях я сделаю отдельное видео. На этом прощаюсь и желаю вам успехов в вашем кондитерском творчестве. До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok